Итак, замеры, друзья, 750 сильный примерно, 700-750 сил, GTR Stage 2 полноценный И, собственно, по RaceLogic будем мерить 0100-1200, посмотрим на цифры Итак, без ланча, пока еще не рискую ланчевать, поехали Так, 0100-3.5-0.62-0. Видно там, да? Смотрим, что еще 1206.9, ну, кстати, что-то как-то хреново Так, давайте еще раз попробуем Надо прошивку обновлять Потому что 1200 должно быть 5.7 даже Поехали 3.4 Так, на 0.1 скинули, 3.4 0.100 1206.8 Должно быть до секунды быстрее Так, ладно Что, я не знаю, ланч что ли сделать? Друзья, ну, едем с ланчем, пробуем Так, ну, ланч какой-то у нас первый не очень удачно получился Но 3.3 с ланча Тоже так себе слабенько, на самом деле И 6.8-100-200 Ну, слушайте, ну, мы едем на полусликах Короче, надо перепрошиваться Потому что должна ехать лучше Будем перепрошиваться и будем делать замеры снова Нужно скидывать секунду, это 100-200 И 0.100 должно с ланчем, мне кажется, 3 ровно идти, точно Да, ну и резина, да Сейчас, конечно, сколько у нас градусов, сейчас не знаешь? По-моему, градусов 4 Но iPhone показывает 4.5 Да, сейчас это плюс 4, плюс 5 Полуслики, и как бы мы их не особо прогрели Ну, нормально, ладно, будем по лету мерить и как бы обновлять прошивку Так что пока что сухие цифры 0.100 3.3 с ланча, 3.4 без ланча Есть ли смысл ланчевать на 0.1 секунду быстрее? И 100-200 6.8-6.7 Ну, ладно Ребят, короче, маленькое отступление Сейчас на фон поставлю видеоряд, который вы только что видели Просто сейчас голос записываю свой отдельно Короче, дело в том, что Сухие цифры на этом конфиге должны быть таковыми То есть 3.0 без ланча она должна идти То есть при хорошей погоде, при нормальном зацепе И чуть меньше 3 с ланчем При этом 100-200 цифры должны быть где-то 5.7-6.0 Ну да, в зависимости, опять же, от погоды и прочего То есть, ну, в среднем будем брать даже 5.8 То есть на секунду быстрее, чем сейчас Дело в том, что у меня машина настроена к обам А самого к оба у меня нет Поэтому сейчас мне надо будет решать вопрос прошивки Либо заново перепрошиваться Либо искать, собственно, коп, которым была настроена эта машина Чтобы он у меня был и я мог вообще как бы все это делать Либо полностью заново перепрошиваться Чтобы понимать, какие карты, чего как Какие, сколько дуют Какая, допустим, для спорт-топлива Какая для обычного То есть у GTR-ов там все так поэтапно Все нужно это все учитывать Поэтому, собственно, как с прошивкой я разберусь Цифры должны будут быть именно такими Потому что то, что сейчас машина показывает Это очень, на самом деле, слабо И на самом деле сложно представить, как я вообще буду сжимать Когда целая секунда А это большая разница Когда целая секунда 100-200, ребят Вот при таких цифрах уже 6.8, 5.8 Это очень огромная разница, на самом деле То есть она должна поехать вообще намного быстрее По факту все-таки здесь лошадей где-то 715 То есть не 700 и не 750 Все-таки 715 где-то сил В принципе, вкратце расскажу Была идея поставить мод турбины Но на самом деле передумал Почему вы сейчас увидите Дело в том, что я заезжал с GTR-ом Который около 800 сил плюс-минус С мод турбами И с места как раз-таки получается Пока он раздуется, я уже улетаю Вы сейчас увидите как раз-таки заезд с GTR-ом 800 сил Ну, понятное дело, что потом на скорости он меня догоняет Но все-таки я считаю, что Мы не в соревнованиях участвуем А, так скажем, в городе Все равно хочется ускоряться быстрее Поэтому, собственно, для меня лично важнее То есть где-то 0,160, как машина едет Да, грубо говоря Нежели там 200-300, например Потому что на таких скоростях я особо не езжу Поэтому пока что я сейчас разберусь с прошивкой Добьюсь нормальных показаний для стейджа второго Для этих 715 сил Буду ездить так А в будущем, если я все-таки GTR-у себя ставлю Я потом хочу ставить уже кит на 1000-1200 сил Вот это уже будет интересно Ну, а сейчас, друзья, в общем-то Смотрим заезд с 800-сильным GTR-ом С места я прыгаю вперед И где-то 200+, когда мы едем Он меня догоняет Ну и сходу, в принципе, он прыгает вперед Ну а сходу, если мы едем, да Примерно со 100 км в час То он как бы так потихонечку уходит Ну то есть фактически разница у нас с ним выходит Где-то 80 сил, грубо говоря Хотя тот GTR тоже на данный момент настроен не очень хорошо Тоже показывает не очень хорошее время Ему надо тоже будет перенастраиваться Поэтому получилось довольно забавно Две ненастроенные машины заезжались С разницей 80 лошадиных сил Короче, интересно Ну и в конце вы увидите заезд со стоковой М5 F10 Competition Edition Который там 605 сил, по-моему Что-то она как-то совсем печально едет На самом деле в стоке Ну там было 3 пассажира У нас тоже было 3 пассажира Ну и, кстати, стоит учитывать то, что Замеры вот эти на RaceLogic, которые мы делали 0-100-100-200 Как вы понимаете, я как бы ехал с оператором Ну, грубо говоря, с пассажиром И все-таки на самом деле Как раз-таки эти тоже 0-2 секунды Вполне себе могли прибавиться За счет лишнего веса Но в любом случае машина сейчас хреново настроена А по поводу М5 F10 Там вообще, ну вы увидите сейчас разницу Как мы уходим Там было 3 человека в машине У нас тоже было 3 человека в машине Ну и, как мне потом сказали Там водитель немножко затупил Он на лепестках ехал Но в любом случае видно, что F10, M5, что-то как-то в стоке Овощит Да Ну и последнее, что я скажу Недавно заезжал с GLE 63 Stage 2 Вообще дикая тачка на самом деле Могу сказать, что 0-80 Если мы стартуем Я без ланча, он с ланча Он, ну вот мы прям наравне идем Но после я, конечно, выстреливаю вперед Но для, знаете ли, там Сколько GLE весит? Наверное, почти 2,5 тонн 2-300, 2-200 Это очень вообще хороший результат То есть у него где-то 0-100 с ланча Выходит 3,5 секунды Так что еще будем заезжаться с кем-то Все самые интересные видосики Я, конечно же, буду опубликовывать Друзья, подписывайтесь Обязательно ставьте лайк Если вам нравятся такие коротенькие Но информативные видосики Булкин 750 сил И Ваня Исинка 800 сил 98 мобильный Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует...